И в этот солнечный выходной день мы едем к замечательному человеку, Виктору Семёновичу, у которого много лет стоит печка. Вот мы у него и поинтересуемся, как он её эксплуатирует, и заглянем в баню. Поехали! Сейчас разгореться. У нас печь была сделана так, что вода быстрее нагревалась, чем камни. Вот уже в баню, когда заходишь, вода кипит, а камни холодные. Вот она была сделана так. Это самопальная какая-то? Да, он сам варил. Вот тот хозяин, уже как до меня, он сам сварной был и сварил себе такую печь. Но они, может быть, даже, он специально может сделать просто, как помывочная была она у них. Да, зашёл, помылся и всё просто в тёпленькой водичке, как помывочная была она. А почему именно вот такая печка? Ну, мы походили, посмотрели. И я поехал, посмотрел, она компактная, такая небольшая печь. И мне порекомендовали эту печь купить. И вы остановили выбор именно на этой печи? Это чтобы можно было лучше? Ну да, чтобы больше пару, так сказать. Ну, баня, она дровяная, топим дровами. Ну, летом, наверное, вы паритесь? Да, практически каждый субботу. А в зимний период мы приезжаем, когда, если дорога хорошая, погода, тоже приезжаем и протапливаем. Когда протапливаешь, она очень хорошая тяга, во-первых, у печи. Вот когда дрова разгорается, она прям ревёт, и дрова быстро прогорают, и нагревается. Очень быстро она протапливается. Это летом по времени, если считать, то 20-30 минут летом. А монтировали печку вы сами? Нет, вызывали специалистов, наверное. Ну, это устанавливали. Вот, у кого мы покупали, там сварные приезжали. Вот они приезжали сами, устанавливали. Тем не менее, я гляжу, что вы кирпичом обшили. Да, кирпичом, это я для безопасности. Она нагревается очень сильно, что угодно. Кирпич, он слишком близко к бане. У меня кирпич, там какой-то зазор должен быть от печи, чтобы металл не так нагревался. Стенка? Да, да, да. Стенка. И единственный минус, мне кажется, вот, то, что у меня, может быть, даже вот до меня не парили свёлки, или же наверху песка мало, это, натаскали, засыпали потолок на. Быстро иногда бывает, что зимой особенно. Она, может, прогревается, я хоть её эти брёвна все, эти, пакли и пробивал. Проходил всё полностью. Быстро пара уходит. Состояние печи? Ну, единственное, только что вот между трубами, там они, эти, боксидкой заделывали, между трубами и жестью верхним потолком. Там он, видимо, рассыхается, и... А так нормальное состояние, за 7 лет оёлки, я думаю, хорошее состояние, нафиг. А, да, вот недостаток ещё вот в вентиляции. Можно было сделать вентиляцию, прорубить хотя бы эту, или... Это тоже минус вёлки. Потому что там конденсат, это когда попаришься, и она не циркулирует с воздуха, и там слишком влажно, парно получается, как водой обливаемся. Я каменку менял, поменял я новые камни, такие хорошие, специальные для бани, камни. Вот вы как 7 лет назад положили эти камни, они так лежат. То есть вы не перебирали? Да, вот ещё не перебирал, да. Но уже надо уже хотя бы перебрать и промыть их, нагар всё равно от температуры появляется. Сейчас вы немного бросили? Ну, это уже я лишку бросил. Ага. Ага. А сейчас вот эту дверь закроем, и она сразу вспыхнет. Сейчас тяги нету, вот эту дверь закрываешь, и всё уже... А тяга за счёт того, что вот эта вот открыта, да? Да, нижняя, эта. Заходим. Ох, как у вас здесь. Не подсеет она. Да. Раз там 60, наверное, есть уже сейчас. Это вот мы ещё... Да, 60 есть. Трубу не закрываем, дрова топятся, паримся. А это, если прогорит, хорошо, где прогаснут, и закрывать, если трубу... Ага. Очень хорошо. Дальше. Вот, Виктор Семёныч даёт жару. Я за адмоком. Хорошо. Чудесненько. Ага. Мне нравится, вот она быстро нагревается. Зимой приезжаешь, вроде мороза, вот в январе, когда приедешь. Ну, в марте, ну, раза два, наверное, я за зиму приезжаю, раза три раза точно, вот, за всю зиму. И вот, буквально, ну, не час, даже минут 45-40, вот, затопило, дрова сухие, и она сразу пошла нахер. Вот, сразу разгорелись, заходишь в баню, уже в бане теплона. Буквально 5-10 минут, заходишь в баню уже теплона. Через полчаса, через 40 минут уже идёшь париться, она. За 40 минут она нагревается, она. Зимой. Я, вон, мужикам на работе рассказываю, они не верят, не может быть, говорю, зимой, говорит, она промерзает, её целый день с утра до вечера нужно топить, сколько дров, говорю, сожгёшь. Да я говорю, я бы не сказал, что много дров я сжигаю, и быстро нагревается, нафиг. Стоп листва, короче, в это... Стоп листва не облетало с веника, мы его в холодную воду опускаем вот так. Сначала. Вот он может день, вот, допустим, с утра я опустил, и может до следующего утра. И потом я уже листвой, горячий капиток не надо, только... Только вот этим черенком. Черенок распарится, и всё. Ну, собственно говоря, вы всё видели, как говорится, своими глазами. От себя что хочу добавить? Конечно, я бы, наверное, не так её ставил, да? Это первый момент. Второй момент, всё-таки, когда выбираете печку, вы обращаете внимание на объём помещения или бани, которую вам придётся отапливать. То есть, конечно, это связано ещё и с монтажом, который я упомянул, да? Но, тем не менее, вот таких вот два минуса я бы хотел отметить. В остальном печь за 7 лет показала себя отлично. Виктор Иванович, ой, Виктор Семёныч объяснил, почему выбор пал именно на малютку. И довольно-таки толково рассказал про саму печку и про бандные процедуры. Видите, баня прошла через всю его жизнь и идёт до сих пор, помогает. Поэтому, всем здоровья, друзья! С лёгким паром тем, кто фанатеет от бани. Подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!